О несправедливости вокруг говорят лишь те, кто не умеет законными методами добиваться обратного. В этом пенсионерка Флора Шайдулова убедилась на собственном примере. Осенью 2016-го женщина пострадала по вине водителя маршрутного автобуса. При резком повороте я сидела у окна, и рядом сидела со мной женщина. Я через колени этой женщины упала прямо в автобусе «Богдан» желтого цвета. Там все сидения на приступке стоят, и края приступок-то они вот железные. И я вывалилась прямо вот коленками на железный приступок. Травмированную женщину водители-кондуктор сначала пытались выставить симулянткой. Но пенсионерка твердо решила вызывать не только скорую, но и ГИБДД. Она вышла, кондуктор стала выходить, еще у нее голова кружится, еще плачет с таким матом. В стоящем на остановке пассажирам стала говорить об этом. Ну, когда приехали сотрудники ГИБДД, очень вежливые молодые люди, приехала и скорая помощь, опросили меня, записали все. И я, когда, значит, мне попросили подняться, выйти в скорую помощь, я поднялась, но наступить не могла, уже нога у меня распухала. Инспекторы составили протокол в отношении водителя, но для полноты доказательств отправили потерпевшую на независимую медэкспертизу. Врачи подтвердили перелом большой берцовой кости. А потом за эту экспертизу пенсионерки выставили счет – 2100 рублей. Женщину это возмутило, ведь настояли на освидетельствовании дорожные полицейские. Оплатить теперь ей. Значит, мне сослались на договор, что в договоре, который я с ними заключила, вот, пунктом 2 и 3, данные экспертизы выдаются сотрудникам ГИБДД. Ну, выдаются и выдаются. Вот, поскольку, ну, на этом я, мне ответили, что возвращать деньги не будут, экспертиза сделана. Тут пенсионерка тоже решила разобраться при помощи буквы закона. Фрунзенская прокуратура по ее обращению провела проверку и обратилась в суд. Фемида приняла решение в пользу истца. Абуз Бюро судебно-медицинской экспертизы в нарушении норм действующего законодательства необоснованно взыскала с данной гражданки денежную сумму в размере 2160 рублей, чем, соответственно, был причинен значительный ущерб данной пенсионерке. С целью защиты прав и законных интересов пенсионера прокурорам района принято решение обратиться во Фрунзенский районный суд. 28 января 2019 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Кстати, историю с падением в автобусе женщина тоже довела до логического и, главное, справедливого завершения. Суд обязал перевозчика выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Я ведь не одна потерпевшая. Очень много вот так в автобусах люди своих прав не знают и, соответственно, не отставят свои права ни у собственников транспорта, ни в прокуратуру не обращаются. Именно поэтому, уверена женщина, перевозчики допускают падение в автобусах. А если бы каждый был готов бороться за свои права, и порядка было бы больше. То же касается и других сфер. Главное – добиваться справедливости. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов.